Господи, Господь наш, я точу на имя Твое по всей земли, я подвзяста великолепие Твое, приливы и решенье без. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня 12 декабря, четверг, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию и для нашего внимательного рассмотрения отрывок из Первого Послания апостола Павла к Тимофею, глава 3, стихи с 1 по 13. И вот как звучит этот отрывок в русском синодальном переводе. Верно слово, если кто епископства желает, доброго дела желает. Но епископ должен быть не порочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочестен, честен, страннолюбив, учителен, не пьяница, не бийца, не сварлив, не коростолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив, хорошо управляющий домом своим, детей, содержащий в послушании со всякою честностью. Ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пищись от Церкви Божьей. Не должен быть из новообращенных, чтобы не загордился и не подпал осуждению с дьяволом. Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекания и сеть дьявольскую. Дьяконы также должны быть честны, недвоязычны, непристрастны к вину, не коростолюбивы, хранящие таинство веры в чистой совести. И таких надо бы прежде испытывать, потом, если беспорочно, допускать до служения. Равно и жены их должны быть честны, не клеветницы, трезвы, верны во всем. Дьякон должен быть муж одной жены, хорошо управляющей детьми и домом своим. Ибо хорошо служившие приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христа Иисуса. Итак, дорогие братья и сестры, мы продолжаем с вами чтение так называемых пастырских посланий апостола Павла. И сегодня перед нами первое послание апостола Павла к Тимофею. И вот, пожалуй, сегодняшний отрывок, он наиболее явственно свидетельствует нам о том, что это действительно пастырские послания. Мы видим здесь некие критерии, критерии отбора первохристианской церкви своих священнослужителей, своих пастырей, своих епископов, священников, деканов. И первое слово в сегодняшнем отрывке, первые два слова, это верно слово, если кто епископство желает, доброго дела желает. Итак, желать стать пастырем церкви, желать стать ее смотрителем, ведь епископ это смотритель, переводится ее архиереем, его священником, первосвященником, первоархом, это есть доброе желание. Но за этим добрым желанием стоит очень важные критерии отбора, которые говорят о том, какая ответственность лежит на человеке, и говорят о том, какой высокой нравственности он должен быть. Хотя, на самом деле, говорим о том, что это относится к епископу, но на самом деле это должно относиться и к каждому человеку, потому что здесь нет ничего того сверхъестественного, какого-то чудесного. Здесь же не говорится о том, что епископ обязательно должен творить чудеса. Нет, здесь говорится о его внутренних нравственных качествах, которые за основу должен брать каждый человек, а наипаче мужчина, который является, в любом случае будет являться главой семьи, и в этом смысле он будет епископом и надзирателем малой церкви. Поэтому все, что сказано здесь, можно и отнести и к каждому из нас. Итак, кто желает епископского дела, тот доброго дела желает. Но епископ должен быть не порочен одной жены муж. И здесь, конечно же, для нас тоже возникают вопросы, потому что сегодня мы знаем, что, по крайней мере, в традиции русской православной церкви, все епископы – это монахи. В других поместных церквях тоже сохраняется тот же принцип, по крайней мере, безбрачия епископов. Где-то епископ является иноком, а где-то является монтийным монахом, как в данном случае в традиции русской православной церкви, которая сложилась с течением времени. Епископ должен быть не порочен одной жены муж. И здесь, по толкованиям святых отцов, имеется в виду, что он не должен быть второбрачен. То есть, если у него есть одна жена, то замечательно. Если он вдовец, то он не может уже жениться. И второбрачных не брали, дабы показать высоту нравственной жизни и некий пример явить в этом епископском служении, в то же время в семейной жизни. Опять же таки, он должен быть трезв, целомудрен, благочинен, честен, страннолюбив, учителен, не пьяница, не биться, не сварлив, не коростолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив. И здесь, конечно же, все эти критерии должны, каждый из нас должен на себя примерить. Не потому, что каждый из нас должен быть епископом, потому, что этими качествами должны обладать все христиане, да и вообще все люди, которые хотят быть на нравственной высоте. Хорошо управляющий домом своим, детей, содержащих в послушании со всякой честностью. Ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет лепещись о Церкви Божией. Здесь уже говорится, вот это уже, можно сказать, какие-то особые качества, которые должны быть присущи человеку-управленцу. Потому что, как бы то ни было, епископ – это человек, который осуществляет как духовное руководство, но и, особенно в современном мире, и большие административные лежат на нем обязанности. Соответственно, он должен в этом смысле обладать некой харизмой человека-управляющего, неким талантом управлять и быть сосредоточенным. И не каждому это необходимо, не каждый к этому должен стремиться. Есть разные служения, есть служения молитвенников, которые, быть может, не будут не такие хорошие управленцы, потому что они будут тяготеть исключительно к молитве, к затворничеству. Есть люди, которым чужда вообще какая-либо власть, и они хотят заниматься каким-то уединенным ремеслом. К такому роду людей можно отнести и ученых, которые часами, сутками напролет проводят за книгами, и ничто в округе их не интересует. И все эти люди важны и нужны. Но есть определенная когорта людей, которые обладают вот этой харизмой именно направлять, управлять в нужное русло течения церковной жизни. Да и не только церковной в целом. Конечно же, когда Тимофею предстояло выбрать такого епископа, он должен был ориентироваться и на то, как он управляется со своими повседневными обязанностями. Сможет ли он реализовать свой опыт семейной, домашней жизни, налаживания своего быта и перенести его на церковь? И будет ли это благотворно для церкви? Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних. Итак, он не должен быть новообращенный. Ну, это логично, это понятно. Человек должен укрепиться и хорошо изучить веру, традицию и быть действительно с датаком каких-то богословских вещей и в то же время быть с датаком из своей общины. Здесь, конечно же, на руку играет время, проведенное в общине и в вере. Также надлежит ему иметь доброе отношение со стороны внешних людей, со стороны светской власти, тем более, что в то время это были языческие власти, дабы и он с их стороны не претерпевал и не имел никаких нареканий. Далее идет речь о деканах и, в принципе, также идет речь и о женах, на которых тоже возлагается большая ответственность по причине того высокого служения, которое несет их супруг. Итак, дорогие братья и сестры, сегодня мы увидели пример того, как в ранней церкви формировалась административная часть, иерархическая, как мы видим, какие высокие требования выдвигались к иерархии, будем и мы стремиться подражать письменам святых апостолов, в данном случае данному посланию апостола Павла. Итак, дорогие братья и сестры, всем радости о воскресшем Господе и до новых встреч! Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, приемы и вишенье небес. Субтитры создавал DimaTorzok